Дайте команду на пуск движения. Начинаем движение. Поехали, поехали. Коллеги, запускаемся. По отмашке президента Владимира Путина, который из Кремлевского кабинета вышел на связь с дорожными строителями в режиме ВКС, на Свердловщине, еще в трех губерниях России и в Республике Северная Осетия, официально открылись после могучих капремонтов реконструированные участки дорог федерального значения, в том числе три отрезка долгого пути на восток. Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Это порядка 165 миллионов квадратных метров. Вот в прошлом году тоже было немало, где-то 162 миллиона квадратных метров. В этом году небольшое, но все-таки движение вперед. Но оно заметное, особенно это важно для региональных дорог и местных. А это значит, что в стране появилось больше качественных, современных трасс, повысилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения. Федеральная трасса Р-351, больше известная как Тюменский тракт, является весомой частью международного транспортного коридора Запад-Восток. И теперь, после реконструкции, участок трассы со 180 версты до 215 километра расширен до 4 полос. Очень важно то, что этот участок расширен с 2 полос до 4, а барьерное ограждение, которое установлено, разделяет встречные транспортные потоки. Это практически исключает серьезное ДТП, а именно лобовые столкновения. Это очень важно. Губернатор Евгений Куйвашев, участвовавший в церемонии открытия 35-километрового участка Тюменского тракта, после того, как 6 КАМАЗов с российскими флажками на кабинах первыми протестировали новый участок трассы, в комментариях озвучил все плюсы, которые принесла губерния эта великая дорожная стройка. Конечно, у нас в регионе идет масштабное дорожное строительство, и мы в этом году замкнули кольцо вокруг Екатеринбурга. И, безусловно, расширение этого коридора до Тюмени, оно самым положительным образом скажется, как на грузопотоке, на развитии сферы придорожного сервиса, развитии территории. И это всегда, всегда хорошо. Новые дороги – это всегда хорошо. Чтобы расширить федеральную трассу до четырех полос и разделить встречные потоки, дорожные строители закатали на этом участке стратегически важного пути 100 тысяч тонн асфальтобетона. Капитально отремонтировали два моста через речки Сугатка и Юрмыч в Пышминских краях. Протянули больше шести километров линии электропередач для освещения трассы. Установили 35 километров двухстороннего металлического барьерного ограждения. Закопали 29 новых водопропускных труб и отремонтировали шесть существующих. Еще соорудили несколько разворотных петель, о чем дорожных строителей очень просили жители окрестных сел и деревень. В интересах местного населения для поддержания маятниковой миграции выполнено четыре разворотных петли, установлено 204 опоры искусственного освещения. Фактически к 2025 году будет завершено полностью доведение с двухполосного до четырех полос данной дороги. Как уточнил в комментариях представитель дорожного подрядчика, замгендиректора компании ДЭП-33 Никита Горшков, во время реконструкции этого участка дороги они использовали несколько инновационных технологий. На участках сделаны фильтрующие обочины с применением нашего российского материала «Глауканит». Также из инновации это была смонтирована металлическая арка через реку Куяр диаметром более пяти метров. К слову, эта самая металлическая арка сооружена по канадским технологиям, но полностью из российских материалов, включая даже болты для соединения огромной конструкции. Чтобы уложиться в нужные сроки, дорожные строители работали, не покладая рук. Работали в две смены, получается, было задействовано больше 250 специалистов, больше 80 единиц дорожно-строительной техники, что позволило качественно и в кратчайшие сроки выполнить капремонт. Президент Владимир Путин, общаясь с чиновниками и дорожными строителями на удаленке, поинтересовался у вице-премьера страны Марата Хуснулина, когда завершатся все работы на трассе Екатеринбург-Тюмень. Зампред правительства назвал срок до 2024-го и уточнил, что по пути на восток дополнительно нужно будет сделать обход трех населенных пунктов. Речь о Белоярском поселке, о Богдановиче и о Дальней Пышме. К слову, в тот же пускоторжественный день на Пермском тракте был запущен в эксплуатацию на год, притом раньше срока, 5-километровый отрезок дороги на запад с 207 по 212 километры. Проезжая часть расширена до четырех полос. Отремонтированы мосты, сооружены четыре разворотных петли, установлены фонари вдоль дороги.